Солнечное сентябрьское утро, воскресенье, 10 сентября, единый день голосования. Ульяновцы выбирают кандидата в областное законодательное собрание. В этом году на территории Ульяновского региона подготовлен 941 избирательный участок. Из них 935 постоянных и 6 в местах временного пребывания. 5 из них организовали в больницах Ульяновска и Димитровграда. Глава региона отдал голос в Доме культуры села Карлинское. После традиционной процедуры Алексей Русских обратился к ульяновцам. Сегодня мы определяем будущее области, как область будет развиваться, с кем мы будем ее развивать, с какими мыслями, с какими настроениями, с какими планами. Я считаю это очень важно. Депутат Государственной Думы Алексей Куринный тоже проголосовал в Ульяновске. И деятели искусства охотно выражают гражданскую позицию. Солистка Ульяновской филармонии Тамара Кулябина с радостью посетила участок. Тамара подчеркивает, будущее должно быть мирным и полным любви. Для меня сегодня большой праздник, что я могу прийти и открыто сказать свое мнение и призвать людей прислушаться к моему мнению. Я сегодня отдаю свой голос за мир во всем мире. По состоянию на 11 часов утра на избирательном участке номер 3927 явка составила 21%. По словам заведующей участком, контингент ответственных граждан заметно помолодел. Количество избирателей до 35 стало больше, до 45 стало больше. Ну, наверное, участковая избирательная комиссия располагается в школе, соответственно, родители. Это тоже немаловажно. Пенсионер Анатолий Полифертов мечтает о светлом будущем. Он отдал голос за кандидата и партию в надежде на здоровую стабильность и положительные перемены. Я бы хотел, как раньше было, когда мы жили еще в юности, потом старше, не старше. Тогда легче было. Что-то ждали, что-то было впереди. А сейчас не ждешь, что впереди. Все хуже и хуже с каждым годом, даже днем. Напомним, избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров. Улправда ТВ.